МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Значит, сегодня у нас вторая лекция по философскому нашему циклу. Я тоже еще раз напомню, да, у нас исторический цикл, который читает Сергей Анатольевич Новиков, и такой, ну, общий философский цикл, который читаю я. И сегодня у нас второе занятие по этому философскому циклу на тему философия марксизма. В прошлый раз мы с вами разобрали основной вопрос философии, а сегодня мы, соответственно, разберем такую тему, как диалектика. Значит, ну, понятное дело, вообще каждая из этих тем требует, наверное, нескольких занятий. И вот, как я уже сказал, наверное, есть смысл в начале следующего уже года, в январе месяце, провести, может быть, семинары по... Вот как раз мы сегодня закончим диалектический материализм, условно говоря, да, следующая лекция из философского цикла уже будет по материалистическому пониманию истории. Я думаю, что имеется смысл, в общем-то, провести семинар, где наши бы участники выступили с докладами. Ну, я, естественно, обязуюсь темы и вопросы все разослать, пожелания тоже учитываются. Вот, поэтому, мне кажется, было бы это интересно. Вот, но сегодня мы рассмотрим вкратце само понятие диалектики, ее особенности, основные исторические формы диалектики, ну, и, соответственно, законы и категории уже материалистической диалектики, которая, как известно, является стержнем марксистской философии. Значит, ну, для начала я тоже, как уже у нас пошло по традиции, спрошу у вас, а что такое диалектика? Мы часто это слово слышим, часто, значит, о нем говорим. Ну, вот, как бы, примерно, как вы это себе представляете, диалектика? Какие-то есть мысли у собравшихся? Единство противоположностей. Ну, это один из важных ее аспектов, а так, более общо, если сказать. — Метод познания, позаивающий аналогов. — Правильно, метод познания. Ну, есть много разных методов познания. А вот в чем специфика? — Через вскрытие противоречия. — Так. Ну, я бы добавил еще, что диалектика, это, наверное, вот это все правильно про противоречия было сказано, но диалектика — это, в первую очередь, теория развития. Развитие уже осуществляется через борьбу противоположностей. То есть, в принципе, если говорить просто и просто запоминать диалектику, можно определить как теорию развития. Вот, например, у такого довольно толкового философа, еще советского Басенко, есть еще книга «Всеобщая теория развития». Вот он там очень так глубоко, фундаментально про диалектику как раз писал и говорил. Так вот, диалектика — это теория развития. С этой точки зрения, в принципе, ну, с самого начала, если так вот мы пойдем от истоков диалектика, вот ее непосредственная расшифровка, слово — это диалект, то есть искусство вести беседу. В принципе, ну, если возьмем античность, особенно Сократа, Платона, то они как раз диалектику именно применяли в таком смысле. То есть, если вы откроете, ну, Сократа трудов никаких не оставил, а Платон довольно много работ оставил. Если вы откроете Платона, там, в общем-то, этот диалектический метод Сократа виден. То есть, в чем он заключался? Что грамотно поставленными вопросами оппонент загонялся в угол, причем так загонялся, что оппонент как бы сам отвечал на поставленные ему вопросы со своей точки зрения, и в ходе его ответов обнаруживалась несостоятельность позиции. То есть, тому, кто задавал вопросы, ему даже ничего не приходилось утверждать. Он просто спрашивал, спрашивал, и оппонент сам садился в лужу. Вот это имелось в виду диалектический метод. Несколько позже диалектика стала пониматься в более таком основательном смысле, и вот мы сегодня поведем речь именно о втором смысле, более позднем, более основательном смысле диалектики, а именно как теория развития, как метод познания, безусловно, окружающей действительности. Значит, ну, если говорить о вообще отличительных чертах диалектики, то стоит всегда иметь в виду, что как вот есть противоположность в философии по линии основного вопроса философии, по линии устройства мира, это материализм и идеализм, то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз, то это точно тоже примерно похожая ситуация и в позиции относительно того, как рассматривать мир. А здесь есть как бы две такие основные позиции, это метафизика и диалектика. То есть диалектике противостоит метафизика. Ну, кто мне, может быть, здесь есть, те, кто знают метафизика, что из себя представляет, как вы думаете? Ну, метафизика, если так говорить в общем и целом, раньше тоже метафизика отождествлялась с самой философией. Если взять, например, работу Аристотеля, у него есть одна из его основных работ, так и называется метафизика. Вот, то есть она отождествлялась просто с системой взглядов определенных философских. То, когда мы уже имеем диалектику, мы должны уточнить, что метафизика – это система взглядов, но не просто, понятное дело, философских взглядов, а таких взглядов, которые либо отрицают развитие, рассматривая вещи в статичном состоянии абсолютно, без учета их постоянной изменчивости, либо признают движение определенное, изменение, но ограничивают вот это движение исключительно механической формой, то есть перемещением в пространстве, а сами изменения сводят к накоплению количественных, каких-то незначительных перемен, но не учитывают вот именно качественные скачки, которые имеются в развитии. Ну, также метафизика, она, естественно, не учитывает и отрицает борьбу противоположностей. Это тоже одно из отличий метафизики. И с точки зрения метафизики, мы можем рассматривать явление, в каком плане? Ну, вот взять отдельно обособленный какой-то предмет и вне жизни, так сказать, вне его реального функционирования, выделять там в нем какие-либо свойства, какие-либо признаки, и таким образом его изучать. На каком-то этапе развития науки и философии такой подход был, в общем-то, оправдан. Потому что, когда начинали развиваться, значит, науки, и вообще, когда мы осуществляем познание, мы всегда изначально предмет абстрагируем от окружающей действительности. Но потом мы, как бы вот сейчас, если мы диалектически рассматриваем, мы этот предмет абстрагируем, а потом возвращаем в действительность. То есть, как бы мы выделяем какие-то свойства, но потом мы, как бы, учитываем то, как они реализуются на практике. Вот метафизика, как бы, этого возвращения в действительность не делала. И если говорить о примерах метафизического мышления, то наиболее явно метафизика проявляется сегодня в общественных науках. Если кто-то здесь есть, кто имел дело с изучением политологии, особенно права, вот теория, есть такой предмет, теория государства и права, то там в чистом виде вот эта метафизика изложена. То есть, когда у нас берут государство, его абстрактные признаки, значит, потом делят, вот есть хорошая демократия и плохой тоталитаризм, там авторитаризм, вот все это рассматривается в таких взастывших достаточно категориях, то есть не учитывается, что государство может быть одновременно тоталитарным, а одновременно демократическим, смотря для кого в зависимости, и не учитывается, что на каком-то этапе и тоталитарные методы могут, вообще говоря, служить действительно подлинно демократическим целям, и лжедемократические методы могут скрывать за собой самый настоящий тоталитаризм. То есть, это все не учитывается, выделяются некие формы, некие абстрактные такие категории, и вот от них отталкиваются. Ну и венцом всего этого, на мой взгляд, является теория правового государства, где, ну, просто дается абстракция такого красивого идеала, как в условиях капитализма, жить так, чтобы права всех людей соблюдались, независимо от их классового положения. Вот, это в чистом виде метафизический подход. Значит, но диалектика отличается рядом особенностей. Ну, во-первых, диалектика, она рассматривает все явления, все предметы во взаимосвязи друг с другом. То есть, любой предмет, который мы бы не взяли, там, то же самое государство права, да, ту же самую, не знаю, развитие личности, да, там, какие-то психологические аспекты, что угодно, да, даже вплоть до того, что там, холодильники пусто, да, мы должны рассматривать во взаимосвязи с другими явлениями. Причем не просто во взаимосвязи, но мы должны еще выстраивать причинно-следственную связь, чтобы видеть, что является основным, что является определяющим, а что является следствием. Это очень важный момент. Я вот уже привел в пример, да, теорию государства и права. Там очень часто еще, очень у нас любят, и вообще сегодня, в науках, ну, за естественные я говорить не буду, поскольку не очень, как бы, ими занимаюсь, а вот я за общественные могу сказать, от науки, очень в них любят, вот, узкую специализацию. То есть, когда рассматривают какое-то явление, исключительно, вот, его само. При этом не учитывают, что, например, право, оно, безусловно, связано с государством, да, государство, оно проводит определенную политику, то есть, мы уже не можем право в отрыве от политики рассматривать. В то время, как, кстати, многие ученые, ну, такие псевдоученые, они всерьез говорят о деполитизации, о де-идеологизации права. Вот. Там, допустим, политика, это концентрированное выражение экономики, потому что за политикой всегда стоят, что, экономические интересы. Да, носителями экономических интересов являются группы людей, которые занимают определенное место в системе общественного производства, то бишь, классы. Да, и вот, когда мы начинаем одно с другим рассматривать, то мы сразу имеем целостную картину, и мы имеем представление о том, как двигаться дальше. Когда же у нас идет рассмотрение предметов обособлено, то мы имеем, по сути дела, эклектику, и непонятно, то ли так, то ли сяк, то ли нужно, вот как у нас часто, меня очень удивляет, вот на научных даже конференциях, начинают, то там, в догладах ученые, казалось бы, ладно, там, если в Думе он где-то выступает, он еще может надеяться, что его кто-то услышит, хотя, конечно, не услышит, скорее всего, но на научных конференциях, там, перед студентами, перед коллегами, где, казалось бы, можно сказать все как есть, начинают там какие-то рекомендации правительству предлагать, а вот это можно было бы предложить, а вот если бы так бы отрегулировать, то было бы лучше, то есть, ну, по сути, детский сад, вот, но тем не менее, это есть, так вот, еще раз фиксируем, да, диалектика, она рассматривает все явления во взаимосвязи. Второй момент, значит, сами по себе вещи рассматриваются в их непрерывном развитии, то есть, мы берем любую вещь, мы берем любую категорию, там, начиная, опять же, да, от каких-то процессов в химии, физике, и заканчивая элементарно даже тем же, с теми же самыми партиями политическими, когда, допустим, мы делаем анализ, да, их деятельности, мы всегда должны их рассматривать не просто в том виде, вот, в каком они сейчас находятся, да, не обращая внимания на какие-то моменты, которые могут усомниться в том, что это состояние будет сохраняться, да, вот, как, например, в свое время Кургинян очень много говорил правильных вещей про Советский Союз, да, и защищал, вроде бы, Советский Союз, но уже в этой защите, как бы, проскакивали нотки государственничества, и, например, у людей, которые разбирались, уже, как бы, было понятно, что в дальнейшем, вот эта защита Советского Союза, она перекинется и на защиту современного строя, ну, и так оно и вышло, а ведь были те, кто искренне считал, что Кургинян, это действительно светоч, что он там за красный проект, вот, то есть мы любое явление, вот, коли мы все рассматриваем в развитии, мы любое явление должны рассматривать, не только с точки зрения того, что оно из себя сейчас представляет, но и с точки зрения того, во что оно может превратиться дальше, какие в нем тенденции, господствуют, доминируют, и к чему вот это явление, оно может прийти в итоге. Соответственно, значит, само по себе развитие, как уже, наверное, понятно, да, оно осуществляется не путем каких-то вот постепенных, постепенных переходов, оно осуществляется путем борьбы противоположностей, то есть в любом предмете есть противоположные тенденции, в любом предмете есть противоположные элементы, которые находятся постоянно в состоянии борьбы между собой, и, значит, какой из них победит, да, это не всегда вопрос разрешенный, в том же самом Советском Союзе было две тенденции, да, тенденция перехода к полному коммунизму, и тенденция отката в капитализм, и, скажем, обе тенденции, они были сильны, и на определенном этапе тенденция коммунистическая господствовала, на каких-то этапах капиталистическая, но в итоге мы видим, что в итоге победила капиталистическая, то есть тенденция, казалось бы, более прогрессивная, но даже в этом случае как бы гарантии здесь никакой нет, но всегда важно понимать, что это всегда, значит, состояние борьбы, то есть это не просто, вот как нам сегодня часто говорят, опять же, особенно, когда пропагандируют реформизм, путь, как, дескать, мы отказываемся от революционного пути, у нас там некоторые там деятели, в том числе и называющие себя коммунистами, как Зюганов, говорят, что у нас лимит уже исчерпан на революцию, некоторые там говорят, вот в тот же самый Кургинян, что нету субъекта революционного, да, ну а когда он, собственно, есть, любая революция, она начинается тогда, когда никто не готов, по большому счету, если мы посмотрим на исторический процесс в той или иной степени, да, можно быть меньше не готовым, это тогда хорошо, вот, а можно быть больше не готовым, это тогда плохо, ну, точнее, если власть больше не готова, это неплохо, вот, но речь идет о том, что здесь тоже вот этот диалектический момент не учитывается, и когда мы говорим об эволюции, да, и когда нам говорят, что вот эволюционный, эволюционный путь, я вот всегда привожу пример, что все права, вот буквально, если мы откроем любой документ международный, да, там даже конституцию, вот, нашу, она, конечно, нам не нравится, и она абсолютно, значит, ее нужно будет в дальнейшем, когда, значит, осуществится то, о чем мы мечтаем поменять, но, тем не менее, даже те права, которые в этой конституции сосредоточены, да, они, вот, все буквально, начиная там с самых, казалось бы, простых свободы слова, печати, там, и заканчивая социально-экономическими правами, они все, когда первый раз были где-то приняты, принимались, вообще говоря, на баррикадах с булыжниками, и с кровью, и со всеми такими, может быть, не очень хорошими, но абсолютно, одними, не эволюционными моментами, то есть, без классовой борьбы трудящихся, ни одни из этих прав человека не были бы осуществлены, да, другое дело, что сама по себе борьба трудящихся, понятное дело, это результат определенного уже уровня развития производительных сил, определенной степени противоречия производительных сил и производственных отношений, но я просто обращаю внимание, то есть, любое развитие, оно осуществляется не просто с количественными какими-то изменениями, они тоже есть, да, и спокойные периоды есть, но прежде всего, это изменения качественные, которые неизбежны, значит, ну и, соответственно, поскольку само развитие мы понимаем как переход к новому качеству, да, то, соответственно, вот эта борьба противоположностей, процесс развития, как, значит, скачкообразный, да, здесь мы уже имеем дело как раз с диалектики, то есть, вот еще основные принципы диалектики, основные ее признаки, да, это всеобщая связь, это развитие, это развитие, которое осуществляется через борьбу противоположностей, это развитие, которое, естественно, борьба противоположностей в итоге приводит к новому качеству, вот, значит, это такие, ну, может быть, наиболее общие признаки диалектики, которые потом более детализировано мы рассмотрим в законах диалектики, но прежде чем перейти к законам диалектики, в их такой формулировке, ну, можно так сказать, диаматовской, да, вот, в итоговой формулировке я буду рассматривать несколько слов, можно сказать, И нужно сказать о том, какие основные, может быть, этапы развития диалектики были. Вообще, самая первая диалектическая школа, кстати говоря, как и самая первая философская школа Древней Греции, она была материалистической, Милецкая школа, я о ней как раз говорил. И в том числе, вот одни из первых философов, они же были и диалектиками. Здесь, конечно, в первую очередь надо отметить Гераклита, который говорил о том, что все течет, все изменяется. Вот его известная фраза о том, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды, потому что постоянно течет вода в реке. Значит, по мнению Гераклита, миром правил некий логос, то есть такой основной всеобщий закон, который Гераклит еще часто связывал с огнем. То есть огонь, по мнению Гераклита, был воплощением вот этого некоего логоса. И само развитие, вот согласно всеобщему этому логосу, оно осуществляется через постоянную борьбу противоположностей. То есть новое приходит, старое уходит, и все это осуществляется в результате постоянной борьбы. И в любом явлении есть противоположные тенденции. Любое явление, оно не вечно, оно имеет свое начало и свой конец. По сути дела, и эту вещь еще отмечал Фридрих Энгельс в работах «Антидюринг» и «Диалектика природы». Я вот, кстати, не сказал. Конечно, по этой теме стоит почитать, ну, из классики, это «Антидюринг», отдельные статьи из «Диалектики природы». И я бы еще рекомендовал статью Иосифа Виссарионовича Сталина о «Диалектическом и историческом материализме», где, по сути дела, диалектика и материализм излагаются в такой, ну, простой, доступной и, на мой взгляд, довольно системной форме. И не упрощенной, хотя Сталина часто в этом обвиняют. Вот, это я бы советовал. Значит, так вот, Энгельс еще указывал, что «Античная диалектика», они смогли догадаться, то есть, у них еще не было базы научной. Понятное дело, почему мы говорим часто об «Античной диалектике», «Античном материализме», как о «Наивной диалектике», о «Наивном материализме». У них не было базы еще научной, как, допустим, она была уже у Гегеля, там, и тем более у Маркса. Но они, в общем-то, догадались и правильно догадались о главном, да, то, что все осуществляется через борьбу противоположностей. Значит, дальше, конечно, стоит отметить диалектику Гегеля. Кант, надо сказать, до Гегеля, если брать немецкую классическую философию, еще у Канта мы встречаем диалектику, но у него диалектика в основном была связана с понятиями. То есть, Кант, он как раз-таки говорил о том, что можно разные точки зрения, например, наличие или отсутствие Бога доказать с разными аргументами. То есть, у Канта диалектика в основном вращалась вокруг понятий. У Гегеля в этом плане шаг вперед, потому что Гегель, он диалектику, значит, пытался применить к реальному миру. Другое дело, что сам реальный мир, как мы на прошлом занятии говорили, Гегель рассматривал как результат некой абсолютной идеи. Но, тем не менее, Гегель уже выделил, во-первых, основные законы диалектики и основные категории диалектики. И это все у него собрано в такой работе, как наука логики. Науку логики, в общем-то, ее изучать нужно медленно, спокойно, планомерно. Даже есть специальные курсы, которые тот же Михаил Васильевич Попов проводит. Да, мы с Михаилом Васильевичем Поповым по многим вопросам дискутируем, но вот конкретно за то, что он популяризирует диалектику Гегеля и организует этот Красный университет, я считаю, это ему надо сказать большое спасибо. Значит, у Гегеля диалектика в чем заключалась? С одной стороны, как мы уже говорили на прошлом занятии, он признавал, безусловно, развитие. Он вот эту борьбу противоположностей рассматривал, да, и другие законы. Вот он выделил закон перехода количественных изменений в качественные, закон отрицания-отрицания. То есть у него это все уже имелось. Но, тем не менее, вот этот идеализм Гегеля, он не позволял ему, как бы, довести эту диалектику до полной последовательности. Как я уже рассказывал, да, у Гегеля вот это само развитие, сама диалектика осуществлялась в виде развития абсолютной идеи, которая, значит, осуществляла свою деятельность в форме самопознания. Сначала у него абсолютная идея, как бы, предстает в своем чистом виде, потом абсолютная идея выходит в вид природы, да, как Гегель это тоже определял, а потом уже, как бы, она возвращается сама к себе в человеческом обществе. И, если говорить конкретно, вот высшая форма познания абсолютной идеи – это философия самого Гегеля, а в области социальных отношений высшая форма развития, вот эта абсолютная идея – это прусское государство. Вот, в этом смысле, как бы, мы имеем здесь дело с неким пределом, хотя, с точки зрения самого же Гегеля, если мы будем смотреть на его философию, предела здесь быть не может, поскольку развитие, оно осуществляется постоянно. Собственно, все, что существует, оно существует в развитии, в постоянном изменении, в постоянных переходах из одного состояния в другое и так далее. Поэтому, конечно, высшая, скажем так, форма диалектики – это материалистическая диалектика, которая была разработана Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом. Значит, особенность материалистической диалектики заключается в том, как уже, опять же, я на прошлом занятии, забегая вперед, сказал, что эта диалектика, выражаясь словами Энгельса, была поставлена как бы с головы на ноги. То есть, метод взят диалектический, и очень много здесь, конечно, взято у Гегеля, но сам подход, сама теория, сам взгляд на мир – материалистический. А если мы смотрим на мир материалистический, то у нас как бы все встает на свои места. То есть, не абсолютная идея сама себя познает, а люди, как, опять же, высокоорганизованная материя, обладающая сознанием, познают материю, материальную действительность. То есть, по сути дела, здесь познает сама себя материя. Но разница в том, что, познавая сама себя материя, она уже изначально предполагает бесконечный процесс, как самой материи, ее развитие, так и процесс познания. Ну, о чем тоже в прошлый раз мы говорили. То есть, здесь развитие приобретает непрекращающийся характер. Значит, и здесь можно, вот, ну, традиционно, у Энгельса это выделено в его работе «Антидюринг» наиболее так ясно. Вообще, работа довольно интересная. Тоже, кто ее не читал, советует. Там, по сути дела, изложен весь марксизм, вся марксистская теория от самого Энгельса. Да, он полемизировал с Дюрингом, это полемическая работа, но в полемике он делал значительное обобщение и, собственно говоря, излагал многие, вообще говоря, казалось бы, азбучные истины марксизма, но которые зачастую, как бы, были, может быть, недостаточно четко, недостаточно ясно проговорены. Вот, там они как раз-таки проговорены. Так вот, значит, в этой работе выделены три основных закона диалектики. А именно, это закон единства и борьбы противоположностей, это закон перехода количественных изменений в качественные, и это закон отрицания отрицания. Значит, закон единства и борьбы противоположностей. Он о чем говорит, что в любом явлении, в любом предмете есть противоположные тенденции, которые между собой находятся с одной стороны в единстве, то есть противоположности, это то, что вроде бы как взаимоисключает, но и предполагает друг другу. Даже если мы будем на уровне понятий рассуждать, вот добро и зло, да, мораль в этике, это тоже противоположности, потому что если мы убираем добро, то и смысл зла теряется, да, они как бы находятся в единстве, но они в то же время означают разные, и, соответственно, выступают как противоположности. Но это такой пример, может быть, простой, в обществе, например, в природе, борьба противоположностей, она приобретает более глубокий характер, да, зачастую даже эти противоположности не очень-то видны, и часто нужно очень внимательно присмотреться, чтобы увидеть эти противоположности, и что самое главное, скажем так, увидеть вот эти самые тенденции в рамках развития этих противоположностей. Я вот приведу пример Ленина, когда после свержения самодержавия, когда, казалось бы, победил Временное правительство, куда вошли либеральные, и, подчеркну, даже немножко и левые, а потом левых там стало больше, левые силы, да, в лице эсэра Керенского, вот, когда с другой стороны был Петроградский совет, ну и потом эта система советов разрослась, и, казалось бы, совет поначалу доверял, совета доверяли, в общем-то, Временному правительству, и тогда, ну, казалось бы, какая вот логика должна быть, да, но, конечно, самодержавие – это зло, нужно вот поддержать буржуазную революцию, вот, и в то время уже Ленин, безусловно, не защищая царизм, и всячески считая, что удар по царизму – это величайшее благо, он уже тогда в письмах издалека писал никакой поддержки Временному правительству, вот это, насколько как бы он смотрел вперед, и он видел, вот он углядел вот это двоевласть, и он углядел вот это вот Советы, с одной стороны, и Временное правительство, он увидел, что за этими разными сущностями, да, стоят разные социальные силы, и он уже изначально, увидев вот эту борьбу противоположностей, может быть, даже еще эта борьба в своей такой очевидной форме и не так сильно проявилась, она проявилась уже потом, летом, да, когда уже явно, скажем так, линия стала, ну, там было три кризиса Временного правительства, там, ну, весной уже это проявилось, но не в самом начале, да, поначалу-то была эйфория, он уже увидел вот эту тенденцию, и уже начал, соответственно, вот рассуждать с этой позицией, да, никакой поддержки Временному правительству. Точно так же, да, как любое, вот опять же, протестное движение, сегодня мы с вами осуществляем деятельность, значит, в рамках каких-то мероприятий, да, и очень часто возникают споры, как относиться к тому или иному протесту, да, и любой однозначный ответ, особенно если мы имеем дело с мелкобуржуазной стихией, да, особенно если мы имеем дело с протестом нечистым таким, а чистого его и не бывает, по большому счету, никогда, да, всегда он в большей или меньшей степени грязный, да, конечно, хотелось бы, чтобы в основном вышли железные батальоны пролетариата, да, но тем не менее, мы должны всегда учитывать, что в любом вот этом протесте есть противоположности, да, есть разные тенденции. В том же самом болотном протесте, например, вот когда мы думали там участвовать в нем или нет, а среди левых ведь было очень много споров на эту тему, были те, кто говорили, что ни в коем случае туда нельзя ходить, потому что там на трибуне Собчак примелькало, да, мы же боимся Собчак, как же, если мы Собчак увидели, мы убегать оттуда должны сразу, да, другие, соответственно, говорили о том, что наоборот, это вот массы вышли, это хорошо, вот, поэтому надо, может быть, эту Собчак пока не ругать, там, или там Немцова не ругать, а с ними там за ручку подержаться, да, сказать, что вот мы такие все вместе, вот, и, кстати говоря, вот такие крайние позиции, между прочим, они сходятся, вот сегодня очень интересно наблюдать, как тот же Сергей Удальцов, который, как бы, во времена болота был за либералов, по сути дела, и занял вот крайность вторую, что лучше подержаться за ручку, там с тем же Немцовым, а сегодня и Леонтьев с другой стороны, да, который, или не Леонтьев, как Шевченко, Шевченко, они похожи внешне немножко, поэтому Шевченко, он там кричал, значит, вместе с Кургиняном «Смерть оранжевой чуме», там они пену еще пускали на поклонной, а сегодня они уже вместе, понимаете, это тоже неспроста, то есть вот такой подход, он, конечно, ну, если исходить не из того, что люди решали какие-то свои шкурные интересы, да, если исходить из искренности, ну, к примеру, мы предположим, что это искренняя позиция, а многие рядовые участники протеста, они искренне такую позицию занимали, да, я сейчас не о руководителях говорю, то, соответственно, это, конечно, метафизическая позиция, которая и приводит вот к таким шарахам, то есть диалектически мы должны всегда видеть в любом, ну, сейчас мы взяли, например, протест, всегда должны видеть в протесте, кто его возглавляет, в чьих интересах он происходит, и кто вовлечен в орбиту этого протеста, да, какие у них настроения, чего они хотят, и, исходя из этого, уже делать выводы, там, стоит в нем участвовать или не стоит в нем участвовать, и тут грань, она бывает очень тонкой, и вот чтобы это все учесть, конечно, необходимо владеть вот этим самым законом единства и борьбы противоположностей, да, более такой пример очевидный, ну, я думаю, труд и капитал то же самое, да, это противоположности, которые не борются между собой, но в то же время они находятся в единстве, причем, ну, единство, понятно, относительно, но противоположность абсолютно, потому что, чтобы капитал рос, необходимо, чтобы больше рабочий, значит, осуществлял труда, да, то есть если рабочего будет расти зарплата, если он будет жить лучше, то будет страдать капитал, вот, и наоборот, капитал заинтересован всегда где-то, скажем так, и рабочего человека обокрасть, и если даже капитал делится с рабочим классом, то это, как правило, происходит, или тогда, когда он просто может грабить трудящихся соседних государств, и поэтому откупаться от своих, которые ближе, а во-вторых, это когда свои трудящиеся давят на, соответственно, капиталистов, только так, вот, значит, но противоположности, борясь, они, что, они создают противоречие, и противоречие является источником всякого развития. Тут очень важно тоже понимать, что Маркс и Энгельс, они никогда не мечтали об обществе без противоречий. Очень часто идею коммунизма Маркса и Энгельса, значит, воспринимают, что, дескать, это будет идея свободная от каких-либо противоречий, дескать, это вот у нас будет полная гармония, ничего подобного. Я даже вам могу сослаться, что в работе Людвига Фейербаха «Конец немецкой классической философии», кстати, вот ее тоже можете записать в список литературы, она тоже нужна для понимания, Энгельс прямо писал, что общество, которое бы было лишено противоречия, мы могли представить бы себе лишь фантазии. Вот у меня сейчас точной цитаты под рукой нет, но я могу, в общем-то, это найти, вы можете сами посмотреть, то есть он это считал лишь фантазией. Другое дело, что сами противоречия бывают разные, да, и если мы, скажем, говорим о том, что наша задача – это преодоление противоречий классовых, то это совершенно не означает, что преодолев противоречия классовые, мы преодолеем противоречия как таковые. Просто на смену классовым противоречиям придут другие, они будут не классовыми. В бесклассовом обществе, естественно, классовых противоречий не будет, но будут другие, возможно, это будут противоречия, связанные с наличным уровнем наших возможностей и нашими задачами. Например, у нас задача выразить космос, а у нас еще такого уровня нету, да, таких вот, скажем так, возможностей. Мы должны, соответственно, противоречия решать путем развития техники, повышения производительности труда, развития науки, наукоемких технологий и так далее. Да, и все это в интересах всего общества. Ну, если, скажем, это вот мы помыслим противоречия при коммунизме, какие-то, может быть, возникнут противоречия другие, о которых мы и не знаем сейчас, но они все равно будут. Вот. Значит, вообще, сами противоречия, они выделяются тоже разные. То есть, есть противоречия внутренние и внешние, выделяют противоречия основные и не основные, антагонистические и не антагонистические. Ну, внутренние и внешние противоречия, эта разница здесь такая, что, скажем так, внутренние противоречия те, которые присущи самому предмету. То есть, они как бы в рамках предмета сосредоточены. Ну, для примера можно привести в пример противоречия, скажем, у человека, вот личность у него, противоречивая личность, мы иногда говорим. То есть, он с одной стороны, скажем так, что-то позитивное достижение, а с другой стороны, скажем, тенденции, какие-то вредные привычки, там, или что-либо еще такое, которые тянут, как бы, его назад. Противоречия внутри государства тоже. Да, внешние противоречия, это обычно противоречия одного предмета с другим предметом. Ну, допустим, противоречия между государствами. Можно их считать внешними. Конечно, определяющую роль играют внутренние противоречия. Они, в конечном счете, скажем так, и, ну, определяют развитие. Поэтому, когда мы хотим выяснить, например, причину чего бы, то, надо всегда, в первую очередь, смотреть на внутренние противоречия. Тем более, что внешние зачастую тоже являются, ну, как бы так, частью внутренних. Ну, для примера, вот, противоречия между государствами, да, я уже сказал, они внешние с точки зрения политики, а с точки зрения экономики, это внутренние противоречия капиталистической системы, потому что они, как бы, присущи. Откуда противоречия между государствами? Да, потому что противоречия между монополиями. А монополия, это что? Это результат развития капитализма. Ну, и так далее. То есть, можно уже дальше развивать эту мыслительную цепочку. Вот. Конечно, если мы, например, будем говорить о, допустим, вот, основные и неосновные противоречия, да, здесь тоже очень важно их определить, что является основным, что неосновным. Ну, вот я вам, по-моему, рассказывал в прошлый раз, сегодня часто у нас, значит, в научной среде некоторые исследователи рассуждают примерно так, что, дескать, ну, чего там рассматривать, там звонит, что, дескать, ну, чего рассматривать, скажем, вот эти самые измы, там, вроде у нас вот можно поделить, как социализм-капитализм, а можно поделить, как там, допустим, черные и белые, а можно поделить, там, например, исламисты и православные, вот. Но на самом-то деле, когда мы что-то делим, и вообще, когда мы любую классификацию вносим, мы должны от какого-то критерия отталкиваться, а критерии всегда в первую очередь, ну, нужно выделить основной критерий, какой, собственно, определяет все остальные. Так же точно и с противоречием. В мире очень много противоречий, да, но важно определить основной. Вот, к примеру, у нас часто подменяют основной противоречий, допустим, когда пытаются противоречия межнациональные, которые тоже, конечно, существуют, там, или межрелигиозные, значит, да, выставить как основные. Дескать, основные противоречия у нас это противоречия межнациональные, да, классовые, это там уже что-то давно было, давно прошло. В то время, как мы с вами понимаем, что межнациональные противоречия это следствие либо каких-то недопонимания, скажем, в культуры, разные культуры, может быть, да, ну, в том числе, искусственно они взращиваются зачастую, хотя, тоже надо понимать, они искусственно взращиваются, но разница в, скажем, среде воспитания, в культурной среде, она тоже, как бы, имеет, как один из факторов, но, скажем так, эти противоречия, они разрешимы, они не являются основными, они не являются антагонистическими, значит, выровняйте уровень культуры людей, соответственно, развейте равномерно в государстве, там, регионы, чтобы не как у нас, например, в России вся страна ехала работать в Москву, да, развейте разные места, да, и чтобы была там работа, и не будет этих противоречий, даже люди сюда приезжая, они будут уже социализироваться, нормально, значит, встраиваться в производственный процесс, но, опять же, для того, чтобы это было, необходимо что? необходимо в конечном счете, чтобы собственность принадлежала всему обществу, чтобы развитие страны, развитие там общества осуществлялось в интересах вот этих самых людей, да, и, покуда этого нет, покуда у нас прибыль является основным, что ли, критерием, естественно, у нас эти противоречия, они не будут разрешаться, больше того, в интересах капитала, даже их еще обострить, скажем, что не труд и капитал, а вот разные нации, они между, главное здесь противоречит, то есть, это делается специально, в значительной степени, а, значит, если мы говорим об основном противоречии, конечно, мы должны исходить, из чего? Исходить из объективной картины, объективная картина в чем, и реальная картина в чем, что, конечно, основное противоречие в обществе, это противоречие между, значит, уровнем развития производительных сил и производственными отношениями, и выражается это противоречие, вот, на данной эпохе капиталистической, противоречие между трудом и капиталом, потому что, как бы там люди не думали, какой бы они национальности не были, что бы там, каких бы религиозных взглядов они не придерживались, да, но объективно, вот, мне с таджикским дворником нечего делить, а вот с русским олигархом еще как есть чего, почему, потому что русский олигарх, вот, он, собственно говоря, забирает прибавочную стоимость себе, да, например, у нас иногда говорят, вот, Газпром, там, вот, ну, и какой-нибудь там, Украина, что у них там, нафтогаз, там, нафтогаз ворует наш газ, да, Украина ворует наш газ, начинает, или там, Белоруссия ворует наш газ, да, но газ-то он уже не наш, он уже давно у Газпрома, и, да и не Украина с Белоруссией, а там и тамошние, скажем, корпорации, которые воруют, да, то есть, по сути, они между собой делят газ, а люди-то они что, они же, им это ничего особо не перепадает, вот, то есть, важно всегда выделить основное противоречие, ну, и то же самое антагонистическое, не антагонистическое, то есть, тут такие противоречия, которые могут быть решены, в рамках, скажем, ну, без поглощения одной стороны, другой стороной, ну, например, вот я уже сказал, противоречия межнациональные, то есть, они могут быть разрешены, не обязательно, чтобы одна страна другую захватывала, там, и истребляла, вот, а есть противоречия, которые неразрешимы, в принципе, это антагонистические, это вот противоречия между трудом и капиталом, его можно там сглаживать, там, сколько угодно, особенно в странах, вот, капиталистических, вот, не периферийных, а центра, да, за счет, там, ограбления периферии, за счет частичного перераспределения, но оно не одевается, оно все равно остается, все равно, чтобы богатели богатые, нужно, чтобы, соответственно, теряли рабочие, да, здесь, кстати, тоже, вот, у Маркса есть положение об абсолютном, об относительном обнищании, то есть, то, что, например, у рабочих жизнь на уровень растет, мы должны еще смотреть, как он растет не только в абсолютном, растет он или падает, но как он относительно того, как растет уровень жизни господствующих классов, это тоже очень важно, то есть, может быть, если бы не капитализм, уровень жизни рабочих мог бы расти гораздо быстрее, и у них гораздо больше бы возможностей было, вот, поэтому здесь антагонистический, конечно, противоречие между трудом и капиталом, это антагонистическое противоречие, которое может быть разрешено лишь, либо подчинением труда капиталу, как это при капитализме оно разрешается, да, либо, значит, в общем-то, ликвидацией капитала и господством уже труда, господством новой общественной системы. Вот, соответственно, то есть, закон, еще раз, единство и борьбы противоположностей, он говорит о том, что все явления, они раздваиваются на противоположные стороны, которые не просто между собой сосуществуют, а находятся в состоянии постоянной борьбы, то есть противоречия. Вот, и, соответственно, борьба вот этих противоположностей, это внутреннее содержание, источник развития действительности. Без противоположностей, без борьбы противоположностей, никакого развития нет. Второй закон диалектики, это переход количественных изменений в качественные. Значит, ну, здесь о чем идет речь? Всегда нужно, ну, определить тоже количество и качество. Что это такое? Вот у нас тоже, кстати, путаницы иногда с этими категориями, то есть, допустим, у нас можно, я вот, ну, опять же, пример из общения с людьми, вот, тоже не так давно слышал, что такую, значит, версию, что, дескать, ну, вот, сейчас все изменилось, сто лет назад была ситуация совершенно другая, сейчас уже вообще все по-другому, ну, вот, соответственно, сейчас вот надо какие-то другие методы, вроде, и рабочий класс уже не основной класс, да, угнетенный, вроде бы уже там, значит, ресоветизация сверху может произойти, ну, и как-то вот, вот, как-то так, да, вот, ну, между тем важно очень всегда определить, а где количественные, где качественные, ну, давайте с вами попробуем вместе уже порассуждать, количество и качество, в чем они отличаются, эти категории, между собой. Количество и качество. Количество – это некое число, например, составляющее, а качество – это, ну, такое изменение, ну, как сказать, на другую ступень переход. Да, переход от низшего к высшему, как бы, и изменение. Ну, например, Китая, да, в 2000-х, он делал кучу дешевых автомобилей, да, а сейчас вот их количественная практика переходит в качественную, да, они повышают качество там своей техники, технологии, да, и всего остального. И если вот спрашивать тех же автолюбителей, да, это колоссальная разница между автопромом в десятилетии и давности и сейчас. Не, ну, с точки зрения качественного именно технологии, может быть, но с точки зрения общественных отношений, там как был капитализм, так и остался. это понятно. Здесь качественный, это скачкообразный переход от одного к стороне другого. Тут вот момент какой, вот когда это верно. Да, ну, на самом деле про автомобили тут вопрос спорный, но я соглашусь, если мы будем рассматривать это в рамках технологического процесса. Да, именно как процесс, да, технологические скачки там, конечно, есть. Если мы будем смотреть в рамках именно общественно-экономических формаций, конечно, там никакого качественного изменения нету, вот, ну, точнее, оно там, может быть, в каком-то плане оно там было, то есть, там от каких-то ростков социализма вернулись к капитализму. И сейчас, конечно, там уже капитализм под красным флагом, причем такой капитализм империалистический, монополистический, зубастый капитализм, вот, и никакого социализма там уже, безусловно, нет. Вот. Ну, вот момент качества, значит, качество, конечно, это определенная, я бы так сказал, совокупность свойств, которые делают данный предмет, собственно, данным предметом. То есть, ну, мы можем говорить, да, что человек и обезьяна, они отличаются, да, по качественным признакам, там, отличительным. А вот, например, один человек и другой человек, они могут быть разного роста, разного веса, да, разного пола, но они, в принципе, с точки зрения принадлежности к человеческому роду, они качественно не отличаются, да, можно там уже потом смотреть с точки зрения личности, здесь, конечно, различия можно находить, но с точки зрения принадлежности к человеческому роду, они не будут отличаться качественно, то есть, и тот человек, и другой человек. Вот. Скажем так, вот тот же самый капитализм, вот я не зря спросил, да, сто лет назад и сейчас, конечно, очень много различий, да, Конечно, там и техника шагнула вперед, и пролетариат, он видоизменился, безусловно, как и буржуазия, она тоже новые методы стала использовать. Да, но это изменение количественное, то есть это степень вот этих свойств, степень качества, она могла усилиться, она могла где-то ослабнуть. Но качественно строй остался прежним, то есть присвоение прибавочной стоимости капиталистами за счет, соответственно, труда пролетариата, оно осталось. То есть пролетариат, как класс наемных работников, лишенных собственности на средства производства и живущих за счет продажи своей рабочей силы, он тоже остался. Несмотря на то, что, может быть, он пополнился в значительной степени отрядами из интеллигенции, которая, скажем, была раньше более узкой прослойкой и в основном принадлежала к господствующим классам, то сегодня есть очень широкие слои пролетарской интеллигенции, которые по своему классовому положению являются пролетариями. Но, тем не менее, качественно нет здесь изменений. Вот я себя поймал на мысли, ну, например, возьмем преподаватель вуза, охранник в этом же вузе и ректор вуза, допустим, частный вуз. То по своему классовому положению, по большому счету, преподаватель и охранник, несмотря, казалось бы, на то, что по образованию он ближе к ректору, но по своему классовому положению он вот как охранник, как уборщица, потому что и по зарплате тоже, кстати, небольшая там разница будет. То есть, понимаете, какой момент? Вот, то есть мы всегда должны определить вот это количество и качество. Значит, конечно, количество и качество, они между собой взаимосвязаны. То есть нету никогда качества, которое лишено было бы количества, да, но и в то же время всегда, когда мы говорим о ком-либо количестве, мы всегда его, безусловно, привязываем к какому-то качеству. То есть количество отвечает на вопрос сколько, качество отвечает на вопрос что, если так вот говорить. И, конечно, переход к новому качеству осуществляется, как правило, в форме скачка. И важно здесь еще вот что подчеркнуть, что сам по себе скачок, и вот в работе Басенко, кстати, вот всеобщая теория развития, эта тема очень неплохо развита. Его не стоит понимать вот так вот буквально, что скачок это значит вот раз резко и все. Допустим, появление человека занимало миллионы лет, но это скачок по своему значению, это был скачок, потому что это возникала мыслящая материя, то есть мыслящая форма, новая форма, высокоорганизованная форма, новая форма материи. То есть понимаете, это был скачок по своему значению, хотя он, в общем-то, во времени был растянут. То же самое, скажем, могут быть какие-то с виду скачкообразные процессы, но они не будут являться переходом к новому качеству. Ну вот та же самая, тот же Майдан, влазь сбросили, а качество старое осталось, то есть ничего не поменялось. Поэтому, конечно, если мы говорим о скачке, мы должны всегда иметь в виду переход к новому качеству. И здесь, значит, количественные изменения, они действительно накапливаются, переходят, причем на определенном этапе, при определенных условиях, к новому качеству. Это не просто не автоматический процесс. Ну, в естествознании самым таким, наверное, примером, ну, понятным это будет закипание воды или, наоборот, ее охлаждение. То есть, когда, например, у нас температура не достигает 100 градусов, мы еще имеем дело с водой, она может быть теплая вода, она может быть холодная вода, тоже могут различаться. Но это все равно вода. А когда уже мы имеем дело с переходом, как бы, к 100 градусам и выше, то мы уже имеем дело, что переход в новое агрегатное состояние, в пар, это уже не вода, это уже другое. Или, наоборот, если мы охлаждаем воду, лед, да, вот, это качество другое. Водой голову не проломишь, льдом можно, теоретически. То есть, вот, там, допустим, я вот даже тоже иногда такой пример, вот сейчас сделана дурацкая система в образовании, когда они, студенты, вместо того, чтобы там учиться, и у них выводится среднее арифметическое, как-то в нормальные времена было, сейчас они баллы набирают, да. И надо вот, ну, я вот им тоже всегда привожу пример такой вот этого закона. Вот 50 баллов, это тройка, да, 70 баллов, четверка, 90 баллов и выше, это пятерка. Вот 49 баллов и 1 балл, в принципе, это вот итог 1, зачет не сдал. А уже 50 баллов, уже новое качество в каком-то смысле. То есть, ну, и в любом другом, скажем так, любые другие, можно примеры приводить, те же самые, там, развитие производительных сил, производственных отношений. Которые тоже накапливаются, количественные изменения, которые потом вырываются в качественный скачок в революцию социальную, да, и в переход к новой формации. И так, в принципе, в разных, соответственно, моментах. Вот это, что касается закона перехода количественных изменений в качестве. И закон отрицания-отрицания, который часто вызывает, наверное, больше всего сложности, больше всего запутанности в понимании, хотя на самом деле этот закон достаточно понятен и прост, и просто тут важно понимать именно его суд. Ну, у нас часто, как говорят, отрицание-отрицание, ну, это когда вот одно отрицает другое, а потом что-то другое отрицает вот это еще что-то, да. И сразу вспоминают, там, например, вульгарно излагается пример зерна, который Энгельс приводил, где, так сказать, вот было зерно, стало растение, потом опять зерно. Но на самом деле, вот если так говорить, зерно, растение, зерно, это будет очень неточно и неправильно. То есть речь идет о чем? На самом деле речь идет о том, что просто любое новое, когда оно меняет старое, оно меняет старое не полностью, оно меняет старое в главном. При этом то, что было в старом прогрессивного, оно берет себе в новое, да, и как бы это старое сохраняется в новом и воспроизводится на более высоком уровне. То есть, ну, например, когда была революция 1917 года, вот уже как раз двоевластие, крестьяне зачастую, что делали? Они, значит, проводили самочинную экспроприацию земель помещиков. И Ленин, и большевики, они это дело, естественно, поддерживали, но они говорили, что, значит, помещиков гнать вон, но усадьбы ломать-то не надо, то есть мы старые выбрасываем, вот здесь помещиков, они нам не нужны, а усадьбы мы их забираем, вот, но эти усадьбы мы забираем не просто, чтобы самим там сесть вместо помещиков, то есть они здесь уже, эти усадьбы, новое качество, мы в них можем открыть библиотеку или детский дом, да, то есть она вроде бы осталась, но она на новом витке приобрела новое качество, более прогрессивное. Или, например, вот в истории философии, любая новая эпоха философии, это всегда отрицание, но и при этом, как бы отрицание-отрицание, потому что, вот возьмем средневековую философию, это отрицание античной философии, но в то же время Фома Аквинский в своих доказательствах Бога, он очень много брал и он опирался на Аристотель, вот эта идея первого двигателя, что Бог – это первое двигатель, одно из доказательств Бога по Фоме Аквинскому, эпоха Возрождения, философия эпоха Возрождения, она обратилась, опять же, снова к античности, да, вот, например, Маркс, вот Маркс и Гегель, это прекрасный пример отрицания-отрицания, они отрицали гегелевскую диалектику, гегелевскую идеализм, прошу прощения, да, но в то же время брали гегелевскую диалектику, и эта диалектика у Маркса и Энгельса, она как бы воспроизводилась, но на новом, качественно новом уровне, как материалистическая диалектика, да, ну вот еще такой пример, полезный, наверное, для тоже понимания, конкуренция и монополия, вот, конкуренция, ну, метафизические экономисты, они обычно, как говорят, есть конкуренция, это вот что-то хорошее, частная собственность, рынок, все могут стать миллионерами со временем, да, значит, вот все развивается, все так прекрасно, а монополия, это вот что-то такое нехорошее, и надо принимать законы антимонополистические, но при этом мы можем наблюдать, что законы принимаются антимонополистические, а, собственно, ничего не меняется, вот недавно, ну, как бы года два назад наш один товарищ, Олег Камолу, защищал диссертацию, как раз у него по экономике, на тему монополизации современной экономики, очень он там убедительный, причем на примере материала западных именно стран, да, потому что некоторые могут сказать, это у нас в России засилье монополия, а на Западе-то там все хорошо, вот он на материале Америки, в США преимущественно, очень удачно и аргументированно показал, что действительно монополии вытесняют везде вот эту свободную конкуренцию, ну, вот, соответственно, но вот смотрите, какая интересная вещь, конкуренция и монополия, это не просто противоположности, да, это такие противоположности, которые как бы одна из другой вырастают, монополия, это одновременно отрицание конкуренции, но это и ее развитие, потому что конкуренция, когда конкурирует, понятно, выживает сильнейший, а это закон конкуренции, потому что всегда выживает сильнейший, он на любое средство пойдет, чтобы выжить, образуется неизбежно монополий, вот, и монополия, она уже по своей природе, она там и планы, кстати, плановая экономика в рамках монополий вполне себе реализуется, да, это их идеологическая обслуга людям, простому народу говорит о том, что невидимая рука рынка все должна расставить на свои места, ну, а сами-то они у себя, в общем-то, вполне себе неплохо планируют, да, это определенное, значит, уже регулирование цен внутри монополии, скажем, между разными отделами, да, то есть, это, по сути дела, отрицание в каком-то смысле и рынка тоже, но это такое отрицание, которое, тем не менее, осуществляется в очень узких пределах, оно не отрицает конкуренцию в целом, но, и вот тут самое интересное, то есть, поскольку монополия вырастает из конкуренции, то сама по себе конкуренция, поскольку монополия, она отрицает конкуренцию и рынок только лишь в части своей, узкой, вот, в рамках своей монополии, но не в рамках всего общества, то конкуренция здесь как бы выходит на новый этап, То есть происходит второе отрицание. То есть первое отрицание монополии конкуренции, а второе отрицание в силу того, что монополия вырастает из конкуренции и является ее итогом, это отрицание снова вот этого планового начала рыночной стихии. Только на уровне уже не, скажем, отдельных магазинчиков или отдельных фирм, а на уровне всего земного шара, когда у нас крупные монополии между собой поступают в конкуренцию и, конечно, да, они могут договариваться, там это все уже более управляемо происходит, но тем не менее, вот результат конкуренции между крупными монополиями, он, в общем-то, существенно отличается от результата конкуренции маленьких фирм. То есть принцип один, но последствия различные, да, результат конкуренции между какими-то крупными монополиями, он может привести и к мировой войне в том числе. Вот. То есть вот он пример закона отрицания-отрицания. То есть закон отрицания-отрицания, он гласит о чем? Что развитие осуществляется посредством изменения старого качества новым качеством, но это изменение происходит так, что старое отбрасывается, но часть старого берется новым и воспроизводится им на новой основе. И вот, кстати, возвращаясь к примеру зерна, Энгельс же он подчеркнул не просто, что зерно, значит, сменяется стеблем, а стебель сменяется, там растение уже выросшее сменяется зерном, а то, что множество зерен. То есть это уже не одно зерно, а это уже увеличение, опять же, популяции, уже много зерен выпадает. То есть здесь очень важно этот момент учитывать. Ну и, конечно, если там мы будем объяснять отрицание-отрицание на уровне, ну вот сейчас у нас стемнело, у нас ночь, а завтра у нас будет светло, будет день, а потом опять ночь, и вот, нет, конечно, это не отрицание-отрицание никакое. То есть это вот у Басенко, у того же самого, есть такое понятие, как зряшное отрицание. В его вот как раз всеобщей теории развития, вот, он там вот как раз объясняет, что важно именно видеть вот эту вот суть, да, а именно переход к новому качеству, то есть развитие вперед. Если этого нету, то вот такое просто круговое движение – это не отрицание-отрицание. Вот, поэтому здесь, вот в этом плане, это очень важный закон диалектический, который, безусловно, нельзя, значит, нам отбрасывать. Ну и последнее на сегодня – это категории материалистической диалектики. Я их немножко тоже раскрою, и потом, я думаю, останется время у нас на вопросы, может быть, какие-то или реплики. Значит, что касается категорий, то существует, ну, опять же, я сейчас говорю, вот, конечную версию, как бы, бывает, выделяют больше, но существуют основные шесть парных категорий диалектики. Это вы можете прочитать в любом учебнике по философии и советском, и даже современном. Вот, значит, шесть парных категорий – это, прежде всего, значит, единичное и общее, содержание и форма, сущность и явление, причина и следствие, необходимость и случайность и возможность и действительность. Значит, когда мы говорим о единичном и общем, то, опять же, речь идет о чем? Что каждый отдельный предмет, он является относительно обособленным. Да, но в то же самое время он относится к чему-то более общему. То есть, общее что? Общее фиксирует те черты, которые, ну, скажем так, свойственны разным предметам. Да, единичное – это уже отдельный обособленный предмет. Хотя, вот в этом смысле мы должны понимать, что единичное и общее, с одной стороны, это, конечно, противоположности, но с другой стороны, это тоже нельзя отделять одно от другого. То есть, единичный, вот любой отдельно взятый из нас человек, он единичный, но он, тем не менее, относится, является частью общего, то есть, общество в целом, да, или, скажем, своего класса, да, ну, а класс является уже, значит, по отношению, единичным по отношению, если мы берем другие классы. То есть, тут тоже, кстати говоря, единичное, оно может быть одновременно и общим по отношению к более частным моментам. Вот, чтобы познать, ну, вот тут еще важно понимать, да, то есть, единичное, оно всегда богаче общего, то есть, оно многообразнее, но общее, оно всегда глубже единичного. То есть, если мы хотим познать сущность, то мы, конечно, должны фиксировать общее, мы должны видеть это общее. Но, чтобы видеть общее, необходимо, конечно, изучить единичное. Ну, то есть, грубо говоря, нельзя увидеть лес, если мы не видим деревьев. В то же самое время, наверное, когда мы говорим про познание сущности, то мы всегда должны изучить общие свойственные черты и на основе их выделить тенденции. Например, можно изучать очень много структуру российского государства или структуру американского государства, вот эти все аппараты, но мы не познаем сущности государства, если будем оставаться исключительно на уровне изучения этих сугубо частных, сугубо единичных моментов. Да, вот конкретное мы государство изучаем и все. Но, к сожалению, именно так многие правоведы и действуют. Они изучают что-то конкретное без связей с более общим. А сущность государства как мы познаем? Если мы будем изучать, будем сравнивать, смотреть и в историческом моменте, и в плане сравнивать разные государства между собой, тут мы придем к выводу, что любое государство это в большей или меньшей степени всегда диктатура господствующего класса. Она может выступать в разных формах, но суть от этого не меняется. Значит, если мы берем содержание и форму, ну, здесь, я думаю, в принципе, понятно. То есть, содержание это совокупность элементов, которые образуют данный предмет, а форма это то, как это выглядит, то есть, в каком виде это выглядит. Ну, например, да, нормы это содержание права, да, а закон это форма права, если так вот говорить. Вот, то есть, в этом смысле, там, в обществе, например, да, существует содержание производительные силы общества и форма собственности на средства производства, да. И содержание, конечно, оно более динамично всегда по отношению к форме. Но форма, она, во-первых, может создавать условия для развития содержания, а может создавать, наоборот, условия для его сдерживания. Тогда эта форма уже становится реакционной и отбрасывается. А второй момент, что сама по себе форма, она тоже, как бы, может оказывать, ну, вот, как я уже сказал, обратное воздействие. То есть, допустим, вот, форма государственного устройства в СССР, вот, в период 30-х годов, она способствовала развитию содержания, то есть, развитию производительных сил, развитию, значит, производственных отношений и, в конечном счете, улучшению жизни трудящихся, да. Это, ну, что самое интересное, форма, да, одна и та же, она может тоже на разных этапах различную, соответственно, роль выполнять. На одном этапе она способствует, а на другом этапе она тормозит развитие. Это тоже, соответственно, важно понимать. И вот здесь, кстати говоря, вот, к вопросу о том, что, собственно, вот, пример мой из 30-х годов, да, действительно, ведь, вот, эта организация управления экономикой в 30-х годах, она позволила, вот, достигнуть того самого экономического чуда, которое у нас совершилось. То есть, ну, в то же время, вот, такая централизация, да, она привела к опасным тенденциям, к определенной бюрократизации аппарата, к определенной обособленности управленческого слоя. И если во времена товарища Сталина, значит, это не так проявлялось, потому что жестко, в общем-то, был надзор за этими кадрами, то в дальнейшем тенденция, вот такая, что ли, обособленности некой, она была. И развитие экономики тоже в 60-е годы, действительно, экономика, она усложнилась, да, и здесь нужно было думать, то есть, как идти дальше. И, значит, варианта было два. Либо развивать, значит, старую форму, подтягивать ее до содержания, соответственно, значит, это означало совершенствование, плановой, централизованной экономики, да, и, но изменение ее, чтобы это было более технологичное, вот, в частности, Глушков предлагал, да, введение, значит, единой автоматизированной системы управления экономикой, да, чтобы уже переходить от формального обобщисления к реальному обобщислению. А другой был вариант, это опустить содержание, да, уровня формы, и форму тоже, соответственно, видоизменить, уже, ну, грубо говоря, под рыночные условия. То есть, один вариант, это развивать более передовую, централизованную, плановую, социалистическую экономику, делая ее более технологичной, более, значит, такой, ну, в общем-то, технической, техничной, да, а другой вариант, это, соответственно, сделать уступку рыночным отношениям, и, соответственно, так вот, в общем, по второму варианту и пошли, сделали уступку рыночным отношениям в лице реформ Косыгина, потом эти реформы, их немножко затормозили, но, в общем-то, по сути, ничего не изменили. То есть, если брать, скажем, Брежневский период, то что сделали, ну, так оно все и самотеком ушло. И в итоге мы к чему привели, что, соответственно, новое содержание не смогло развиться, форма окостенела, и в итоге, значит, возникло другое содержание, но уже отнюдь не новое, а как бы старое назад проросло, реакционное, соответственно, реставрация капитализма. Значит, следующее – сущность и явление. Ну, сущность и явление, я думаю, здесь понятно, то есть, сущность – это главная черта, которая определяет, собственно, назначение данного предмета и его смысл, а явление – то, как это проявляется. Ну, я приведу пример такой, наиболее, может быть, понятный для всех, и главное, значит, действительно по существу. Ну, вот сущность государства, да, сущность государства заключается в том, что в государстве есть два элемента. Собственно, это противоречие внутри сущности государства, это элемент классовый, который определяющий, и элемент общесоциальный. То есть, классовая сущность заключается в том, что государство – это всегда диктатура господствующего класса, общесоциальный в том, что, ну, иногда государство вынуждено делать что-то и не только для господствующего класса, потому что, ну, если все с голоду помрут, кто будет кормить буржуев, понятно, да, то есть что-то вынуждено они подбрасывать, ну, и вот вам пример, да, например, общесоциальная составляющая, которая, конечно, полностью надо понимать от классовой зависима, да, и определяется классовой, но, тем не менее, вот строительство, например, метро в отдаленных районах, в принципе, ну, это выгодно трудящимся, но понятно, что это делается в интересах господствующего класса, потому что господствующему классу тоже пробки невыгодны в Москве, но, тем не менее, здесь как бы и трудящиеся выигрывают от этого тоже, вот я сам, например, мне несколько лет назад метро провели в район, и я, в общем-то, доволен, вот, а с другой стороны, классовая сущность, ну, допустим, вот, которая главная и определяющая, это тоже важно пометить, классовая составляющая, ну, вот, был у нас законопроект, народ фронтом выдвинутый индексат из заработных плат, да, на него деньги не нашли, то есть здесь денег нет, но вы держитесь, то же самое время депутатам каждый год зарплаты повышают, да, у них там и так полмиллиона, ну, видимо, мало и еще там больше начисляют, значит, олигархов некоторых, которые пострадали в результате санкций, да, их от налогов освобождают, то есть на это деньги есть, что мы здесь можем, это явление, да, но это явление, которое что, которое проявляет как раз эту самую классовую сущность, то есть если мы останемся только на уровне, вот, изучения и возмущения этим явлением, ну, мы в лучшем случае до Навального поднимемся, он тоже этим явлением будет возмущаться, тоже будет говорить, что чиновники воруют, да, и что он, собственно, и делает всегда, но мы-то должны идти дальше, да, он-то только о явлении говорит, а мы должны говорить о сущности, а сущность в чем? В том, что, да, чиновники воруют, да, значит, государство, оно показало свои приоритеты, но приоритет его в чем? Как раз то, что сущность этого государства, это обслуживание интересов крупного капитала и сущность самого способа производства сегодняшнего, которое, собственно, и порождает все вот эти вот моменты, да, это что? Это капитализм, и поэтому, если мы не, значит, не ликвидируем эту сущность и не заменим ее другой сущностью, социализмом, то, в общем-то, проблема разрешена не будет. Значит, ну, вот причина и следствие. Причина – то явление, которое вызывает, да, следствие – то явление, которое является результатом причины. Тоже тут важно понимать, что, ну, не всякое предшествующее явление будет обязательно причиной. Там можно, может быть, повод. Повод – это то, что непосредственно вызвало то или иное событие, а причина – она настоящая, то есть то, что по-настоящему вызвало. Ну, например, вот война, значит, Первая мировая, убийство вот этого принца австрийского, да, это был повод. Ну, не этот бы повод другой бы нашли. Там, или, например, Февральская революция, когда началась, там, хлеба не доставало, да, и женщины там пошли, это тоже повод был. Если бы не этот повод, там был бы другой. Но коренная причина, она была не в этом. То есть коренная причина, она заключалась в более глубоких социальных противоречиях. Вот, ну, в одном случае межимпериалистических, в другом случае социальных. Я думаю, здесь тоже, в общем-то, понятно. Вот. Ну, необходимость и случайность здесь тоже, то есть, опять же, любое явление случайное, но случайность, она всегда отражает определенную необходимость. Потому что та или иная случайность, она приведет, скажем так, она не приведет к каким-то коренным изменениям, если нет объективных предпосылок. А необходимость – это как раз-таки то явление, которое при наличии определенных условий обязательно произойдет. То есть, например, революция в 17-м году, она абсолютно с необходимостью произошла. Это не случайность, это не случайный откат истории назад, это необходимость, которая произошла абсолютно закономерно. Если бы там, скажем, не… А вот случайность, да, это то, когда конкретно она произошла. Вот конкретная дата революции, например, 7 ноября мы встречаем каждый год, это вот дата, это случайность. Она могла бы и не 7 ноября, там, ну, по старому стилю, 25 сентября в ночь, 25 на 26 октября, октября, да, октября. Вот. То есть, могла бы в другой день произойти, но она все равно бы произошла. И, кстати говоря, вот я думал долго о контрреволюции. То есть, очень, конечно, не хочется говорить, что контрреволюция произошла необходимо, да, что она была необходима. Вроде звучит как-то не очень, да, но и сказать, что это случайность, не так. И действительно, правильно, это тоже необходимость, как бы не было, может быть, обидно. Но эта необходимость, опять же, из чего вытекала? Из того, что оппортунизм, ревизионизм, который был в руководстве КПСС, из того, что вот эта политика лечения социализма рынком, она необходимо приводила как раз к полной контрреволюции и реставрации. Поэтому, когда нам, например, наши оппоненты, они любят очень так, дескать, вот у вас необходимо возникла в 17-м году революция, а вот реставрация капитализма, это вроде случайность. Нет, можно говорить, это не случайность. Но вопрос в том, необходимость исходя из чего. То есть, они-то пытаются, либералы и разные другие, сказать, что это необходимость, потому что вот социализм к этому необходимо привел, он не состоялся. А мы должны показывать, что как раз когда социалистическая тенденция, коммунистическая, я бы правильнее сказать, тенденция доминировала, то развитие шло, и рост жизни людей, и производительность труда, а вот как раз когда рыночная тенденция, и как раз именно необходимо-то контрреволюция возникла, именно исходя из усиления рыночной тенденции, исходя из того, что ориентация на рынок была выбрана. Вот какой момент. Ну и последнее, самое последнее, это возможность и действительность. То есть, возможность это то, что может произойти необходимым или случайным образом, действительность то, что уже произошло. Возможность тоже, опять же, ну, например, опять же, вот, во начале 20 века, там в первой половине была, в Германии возможность прогрессивная, это возможность революции, и реакционная возможность, это возможность чего? Фашизма. Вот победила реакционная возможность, скажем, Советский Союз тоже, была прогрессивная возможность перехода к коммунизму, ну и реакционная возможность чего? Перехода назад к капитализму. То есть, речь идет о чем? Что возможность, она всегда, как бы тут нету такой вот, что ли, безальтернативности. То есть, возможность, она может необходимо быть, да, но она, тем не менее, может быть разной. И тут выделяют возможности, например. Есть прогрессивная реакционная возможность, абстрактная возможность, реальная. Абстрактная возможность — это такая возможность, которая в данных условиях не может произойти. Например, была возможность людям лететь в космос в XV веке. Теоретически можно помыслить, но невозможно. В тех условиях при том уровне техники это было невозможно. Так же, как сегодня, например, абстрактная возможность – это полететь в соседнюю галактику. Может быть, когда-то при коммунизме техника так разовьется, что будем в соседней галактике летать, как сейчас на метро ездим. Но на данном этапе это фантазии. То есть сейчас эта возможность не может реализоваться. А реальная возможность – это та, которая может реализоваться. Значит, ну и действительность. Действительность – это то, что уже фактически реализовано. Иными словами, действительность – это реализованная на практике возможность. Ну, в общем и целом, вот, кстати говоря, еще выделяют абстрактную возможность. То есть, опять же, она может превращаться в реальную возможность и наоборот. Вот я привел пример, связанный с техникой. Ну, а вот еще пример можно привести такой, что Югославия, например. Она в свое время являлась, в общем, региональным, крупным государством. И имела реальную возможность претендовать на статус, ну, одной из сильных европейских государств. Сегодня эта возможность уже носит очень-очень абстрактный характер. Хотя в то время это была возможность реальная. Ну, в общем-то, я основные моменты изложил. Продолжил.